Приехала на Босе, приехала по своим делам в поликлинику и решила поехать в секонд. Я, когда уже выхожу из дома, решаю, раз уж вышла куда-то еще пройтись, хочу обойти. Думаю, поеду на трамваи в секонд, в тот, в котором я шторки набрала. Я, по-моему, хвастушку не показывала, но покупала. И тут, я не знаю, видно, не видно стоит Ленин. Вот так на тень посмотришь, Бог знает, что подумает. Это Ленин. Это я тут на Босе жду трамвая. Сейчас будет трамвай ехать, буду потом за ним бежать. Меня сама себя рассмешила, думаю, засниму, пока не забыла. Всех повеселю. Иду, думаю, билетика нет. Это та сумка, в которой нет билетика. У меня много сумок, я беру бесконечно. Подошла, купила один билетик. Стараюсь покупать один, потому что, потом, как куплю, потом по всем местам у меня эти билетики. Складываю. С дачи ввожу кошелек. В кошельке билетик. Думаю, куда положить, чтобы не помять. Лезу без рукавки в карманчик. Там еще один билетик. Короче, насобирала по всем карманам четыре билетика. И один какой-то мятенький уже, ну, наверное, уже не стоит его использовать. Поэтому, вот такая, рассеянная. Еду с кучей билетиков теперь. Ну, ладно, поеду на секонд, потом все слеплю, покажу. 20 процентов. Посмотрим. Посмотрим. Поясок мой висит. Еще меня ждет. Красненький. Красненький меня ждет. Так, 320 единица минус 20. А, это джинница 320. Рубашка какая. Классная. Уже какой текстиль красивый. Ну, так, очень такой, конечно, приюзанный. Вот такая цена сегодня мне. Ух ты. Ну, вышивок, конечно. Так, сейчас пересмотрю, покажу интересную. Для дачи, для кухни летней, конечно, есть что. Винтажненькая. Посмотрите. Гляньте, кто-то вышивал. Красоту. Какие классные вот штаны. Двое висят. Маленький размер. Сегодня 20 процентов скидка. Один и тот же фирма. Это магазин. Это не одеванная. Гляньте, какая. Гляньте, какая классная. А мне так плохо видно в этих очках? Гляньте, какая она классная. Просто бомба. Просто бомба. Вот очень интересная. Это сегодня единица 200 рублей. Гляньте, с капюшоном. Такая классная. Я не знаю, как это называются, все приколы. Ну, какая она класснючая. Желочки такие. Вот это прям шикарная. Очень интересная спроска. Какая интересная на девочку. Это бывают растамановские береты. Это растамановский ситер. Класс. Не знаю, написано Азара. Может быть, это перешил кто-то. Похоже на ручную вязку. Ну, симпатичный ситерок, конечно. Может, Азара. Я не разбираюсь. Ну, это, конечно, моя любая вышивка. Больше даже показывала не блузка, а вышивку. Не знаю, я что-то такое. За имя у меня такое. С двух букв. Смотрите, какую я нашла интересную. Интересную блузку. Трикотажную. Симпатичная. Вот так, вот так. Ай, видите, какой красивый цвет. Интересно, довисим до распродажи. Дышок цены. За 160 не хочу брать. Если бы еще вот эта рубашка довисела. Огромный, джинсовый цвет. Качество классно. Я бы хотела, чтобы она довисела. Мне на лоскутике. Это все такое. Тут интересный цвет, но так. Гляньте, я не знаю, какой это бренд. Но гляньте, какие они классные. Боже, какие джинсы. Если бы они стоили 30 рублей, я забрала бы на сумку. Молоскутик. Класс. На девочку, какая классная с капюшоном. Есть же любители таких вещей. Есть любители таких вещей. Видите? Эта сумка называется. Не влезай, убьет. Медские торчулечки прям новенькие. О, сумочка какая классная. Ой, Париж. Если бы мне такая цена, я бы ее забрала. Только потому, что там Париж. Вот, гляньте, какая. Какая сумка. Видите, пошита интересная. Кто-то шил. Ручки с бусинкой. Вот какая манюшка интересная. В виде косметички можно. Люблю тряпчаные сумочки. Винтажненько. За 25 бы ее взять. Несу себе как раз вот такого цвета свитерок. Как раз горловинка. Она здесь размерчик маленький. Хотя, хочу сказать, что состояние Фабио. Что-то там Фабио. Качество хорошее. Состояние отлично, отлично. Прямо, гляньте. Размер маленький. Не хочу рисковать тратить деньги. Вот, интересно. Судя по состоянию или совершенно новая, или близко к новой. Еще и ленточки, все это в таком идеальном состоянии. Но, мерить не хочу. Вот, какая интересная звездная. Ну, не могла пройти мимо, не снять. Моя любимая вышивка. Длинный рукав. Ну, один внутрь закрученный. Как-то я пропустила вот эту курточку смешную. Гляньте, какая классненькая. Какая интересненькая, молодежненькая курточка. Не пойму, пуговица пластик. Пуговица пластик. Сама очень интересненькая такая. Молодежненькая. Ой, извините, косо снимаю. Стараюсь говорить, чтобы музыка эта перебилась. Куртка. Куртка на объеме, гляньте какая. Классная, плащевая. Дождевичок. Тут прицепилась, попортится. Прям такая вся новенькая. Капюшон вся на месте. Она новенькая совершенно. А это, наверное, кто-то уволился с работы. Гляньте, прям новая. Новая. Полишмен. Симпатюля. Вот еще, гляньте, какая. Анжела. Куча машин. А то мне там в первых видео писали гадости по поводу того, что Донецк умер, его убили. Ну, люди живут. Люди живут. Как-то проезжала, видела тут Митусы, как Митухуману, вот вспомнила. Думаю, дай пройдусь. Сегодня все по 105. Ну, это где-то средняя цена. Ниже, по-моему, не бывает. Оф-ты, о-ф-ты. Здесь все по 105. Охренеть. О, вот это красиво. Просто красиво посмотреть. Нигде. Но я не могу не снять. Когда я вижу что-то национально чье-то, я не могу не снять. Что-то у меня с мобильным. Я стараюсь перебить музыку. Показать джинсовые курты без рукавочки. И музыка орет. Вот классная абонента, гляньте. Двойная, шифон и наложен рисунок, подобран один на один. Как бы два слоя, но рисунок совпадает. H&M. Жилеточка. Ну, какая пилесть. Примерочные здесь такие. Ледненькие. Ну, сейчас примере я посмотрю. То, что я до меня не дохудею, это 100%. До меня я не дохудею. Ну, с другой стороны она такая классная. Придула вот расширять по бокам, мне хочется. Ну, она классная за 100 патрублей, сейчас подумаю. Чуть-чуть распустила сзади шлейку. Я, наверное, ее заберу. Мне она все равно очень нравится. Не похудею, расширю по бокам. Отпадная. Почему-то приблизится. Не пойму. Нет. Ну, не знаю. Только под что-то. Какая классная, блин. Классная, классная. Кому-то срочно нужно худеть. Жаль, что это хуманно, и что здесь нет таких скидок, как сэканди. Гляньте, какие цвета рубашки на вас купили. Просто шикарные. Господи, мои пальцы все время лезут в кадр. Гляньте, какая классная. У меня ная с цветочками. Как я такое люблю. Маленький размер на меня. Обращала внимание, что вот эта фирма. Видно, видно. Всего натуральной ткани. Вот, как зацепилось. Не могу показать. Вот, вот, вот. Я зацеплюсь. Тут реимпуляризация. Эта ця новая. Найная, симпатичная какая. Смотрите, какую я смешную юбку нашла. Ой-ой-ой. Кстати, новая. Вот ее бирка. Вот ее бирка. И какая она чудная. Большая, чудная юбка. Очень бы даже интересно на крупную женщину. Видите, какой огромный шарф красивый. Если кто-то шьет. Если кто-то что-то шьет. Сумки или какие-то вещички комбинировать. Красиво. Купила себе безрукавку H&M. Джинсовую. Классная такая, классная. Буду худеть на нее. Мне иногда килограмм отрина на нее сбросить. Ее, в принципе, и так можно носить. И можно переделать чуть-чуть. Скверик тут у нас такой хороший. Нахожусь рядом с Цомом. Может, Цом сходить? Ну, не знаю. Сходить Цом или уже ехать домой. Опять ничего не буду делать. Опять деньги потратилась, купилась. А надо же это все перерабатывать. Тогда я собираюсь перерабатывать. Неизвестно. Машины народу. Машины народу. Это для тех, кто говорит, что в Донецке никого нет. В Донецке пусто, в Донецке печально. Не, ну, понятное дело. Кому как. Кому война, кому мать родная. Кому печально, кому весело. Это ж такой момент. Кто просто решил жить и жить. Во что бы то ни стало. Поэтому... Ой, сейчас подумаю, куда я в Цомост пойду. Так, я сегодня еще иду в новый Second Hand. Только тут чего-то непонятно. Цены. А, новое поступление. И у них тут есть скидки. Сейчас пойду как раз спрошу. Вот даже вот так есть. На свадьбу скупиться. Видите? Не, ну, в том зале понятно. Не, ну, тут понятно. Не, просто я знаю, там на университетской есть тоже категория повыше там вещички. Ну, тоже у них какие-то скидки бывают. Мне смски приходят. По дисконту и... А, парочку знаю, в которых... Вот там цены. 250, потом там такая-то, такая-то. Потом 100, потом там шок-цена. 30 и 20. У вас так не бывает. А, ну, то есть это не та сеть, да, у вас? Ага, понятно. У вас тоже сеть, у нас стоит магазин. А. Просто мне по той сети, мне выходят смски. Может, я ставлю телефон и с нашей группы. Потому что когда новое поступление, тогда автор снесли. Это вот что-то интересное вышито. Они тоже 100 рублей в штучек. Красивая вышивка. Красивая вышивка. Да, в этом сроке цены просто ухренеть. Даже если тут эфирные вещи, то у нас все равно как бы очень 250. Это не такое, можно за 150 купить и за 100. Кожаный же нет. И пченочка новая. Не очень длинная. Не пойму, какая цена. 500 цена. Нет. Ну, не знаю, если у них по всей сети такое-то. В общем-то, я больше в ихнюю сеть не прихожу. Ихние магазины расположены так, что мне неудобно туда ездить. Ну, это такой момент. Были бы хорошие цены или хорошие височки. Там, где все по 100, девочка сказала, что больше не снижается цена. А, ну, эти вещи, ну, не стоят они по 100. Я бы приехала посмотреть их, допустим, по 30, по 20 рублей. А там, где неплохие вещи, ну, я вам хочу сказать, цены на них немалые. Видели, юбочка 600 рублей. Ну, я такую юбочку себе могу дешевле получить. Купить тканюшку на развес и пошить. И это будет новая тканюшка. Ну, юбка тоже новая. Там кругом бирки. Тот отдел с той стороны. Там кругом с бирками. Ну, оно все, знаете, не того сезона, как говорится. Поэтому не каждый возьмет. И не каждый станет... В общем-то, ну, не знаю. Я даже очереди там не увидела. В дешевых секундах там очередь. Люди толкутся. Люди идут, чтобы дешево купить. А здесь, конечно, очереди нет. Хотя купальничек на 5200-300 купальник. Секонд-хенди я итальянский купила. Где-то за полторы раздельный. Полторы. 680 гривен, короче, я купила. В итальянском магазине в Киеве. Раздельный. А здесь, правда, совместный. С такой ценой пойду в обзор. Так, нахожу, потом показано. На дешево очень важен. Мне сегодня целый день попадает в эту фирму. 440. Прикольно. Майка, красивая юбка. Яркий лоскутик юбочка. Видите, какие классные штанишечки на девчушечек. На девчушечек. Шортов мужских. Очень много бриджей. Прям такие славные. Смотрите, новый совершенно. Бюстгальтер. Вдруг у кого-то такой размер. Это на обжоре. На цирке. Совершенно новый. Очень даже классный. 280 пояса. 70 процентов. Прям не знаю. Гляньте, какой классный. Прям классный, классный. Вот такая пряжечка. Вот такая пряжечка. 330. Это 110 он сегодня стоит. Вот такой поясочек. Сегодня тоже стоит. 170-30 процентов этой цены. Вот, кстати, хозяева. Хотела купить. Мне вот эта надпись 300 лет не нужна. Уже я не буду покупать его. А мне такой нужен. Забыла, что тут сумочки. Вот, смотрите, какая. 220. 68 рублей сегодня стоит. 140. То есть 30 процентов сегодня. Это стоило 940. Сегодня 30 процентов. Надеюсь, слышно. А то я что-то... Что-то я сня так устала уже. Мямля. Прошу прощения. А то опять скажут. Посмотрите, какой винтаж. Снимать фильмы. Снимать фильмы довоенные. Совершенно довоенный винтаж. Сейчас я попробую открыть. Смотрите. Ой. Прошу прощения. Прошу прощения у критиков. С высоким чувством этого. Как его, господи, слово-то забыла. Ну ладно, вы меня поняли. Критики меня поняли. А мои подписчики меня простят. Мой юмор. И мой юмор простят. То, что я одной рукой как-то не так открываю. Простят. Вот на мужчинку, на мальчишку. Гляньте, какой. Ой-ой-ой. Я прошу прощения. У меня палец живет своей жизнью один. Помните мои красивые лоскутики, которые я ставила. Это костюм. Которые я ставила в пиццу. В ту красивую. Гляньте, как напоминают. Расцветка. Только рисунок другой. Ну, это ж надо весь костюм брать. Будет посумасшедший цене лоскутик. Детские вещички на вес. Просто чудесные. 135 рублей килограмм. Какие красивые. Вот это я забираю. Сегодня у меня прям сплошная Индия. Какой красивый цвет лоскутика. Но это трикотаж. Такой попался колосный костюм. У меня костюм-то мне не нужен. Тут такие саламандры. На нем нарисованы всякие жуки. Но верх. Верх маленький. А низ. Ну, вернее, внутренняя часть. Сарафан. Только грудь такая. И платить за все как-то не очень хочется. Сама ткань такая классная. Знаки зодиака всякие. Или я не знаю что. Рисунки. Саламандра. Вот какая классная трикотажная. Она трикотажная. И с такими же батистовыми вставками. У меня как-то не хочется переплачивать деньги. Только за эти два небольших кусочка батиста. Помню, это было так модно. Помню, это было так модно. 500 рублей. Сегодня по 150 рублей вот эти платьишки. Вот тоже оно новое. Вот сегодня. А, это даже дешевле. Это 440. Вот там дефект. В магазине сделали дефекты. А теперь за бесценок. 280 минус 70 процентов. Какой красивый лоскутик. Брать не буду, но полюбовалась. Пижама новая. Совершенно новая. 1100. 1100 минус 70 процентов. Посмотрите, какая шикарная куртка. Боже. Просто классная. Ой, как я люблю. Как я люблю. 1100. 1100 и 70 процентов от нее. Ой, прям не могу отойти. Ну, она на меня, конечно, впритык. И вот как быть. Покупать за 330 или от 1100 она уже довисела. И может быть она еще довисит. До 220. 220 я бы ее точно сразу забрала. Как бы у меня не смысл. Ну, она, конечно, просто бомбовская. Не могу расстаться теперь. Не хочу покупать. Хоть полюбоваться. Ну, просто необыкновенная. Вот прям униформа какая-то. Прямо похоже на униформу. Но, видимо, такая мода. Прикольная. Ну, это старенькая что-то. Ой, 440 минус 70 процентов. Гляньте, какая курточка. Как мои штаны. Ну, что, мерить? Она может быть мала на меня. Боже. А, тут еще был капюшон. Капюшон потеряли. Боже, какая она классная. Ну, это просто. Ну, это просто. Сплошное. Сплошное, я не знаю. Не успела снять жакетик. Меня набрали по телефончику и перебили мне. Сейчас я быстро скажу. Стоит 140 минус 70 процентов. Завалилась. Кот ноги не смотрю. А потом удивляюсь, что я завалилась у подруги в доме. А теперь тут же не упала, зацепилась. Ой, все, еду домой. Денег потратила. Как всегда. Когда я все делать буду? Сейчас приеду, поем, лягу спать. И все. Интересно, все такие рукодельницы. Или только я такая. Ну, автобус мой идет. По хвостушку начну с лакузки. Она так растерялась, с чем играть. Это наша покупка. Опять попались такие же салфетки, как и были. Я уже, я не помню даже, честно говоря, снимала или нет. Снимала, как покупала. Новогодние. Они потом пригодятся. Это салфетки, но они новые. Я их просто распарю и простирну, естественно. И на Новый год пойдут они мне на что-нибудь интересненькое новогоднее. И вот такой кусок взяла, отрезик. Сейчас разложу, покажу. Вот такой большой. Именно для моей, именно для моих панно очень мне подойдет. Такой вот он. Ну, большой. Тут 50 сантиметров. Ну, размер его 50 сантиметров. Я устала, уже не соображаю. Ну, и по ширине сколько тут, не знаю. Полтора или два метра. Честно говоря, уже нет цепи верить. Я прибежала. Наверное, полтора метра. Полтора метра. И сейчас покажу безрукавку, которая. Жилет джинсовый. Эн, 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 эн. Господи, боже мой. Уже заплетается язык. Сейчас покажу фирму, не выговорю. Я уже просто не хочу переодеваться. H&M. Господи, выговорила наконец-то я его. О, я забываю, какую букву вперед называть. Он на меня как раз. Ну, в принципе, можно было бы, конечно, вот тут сделать вставки. Я подумаю. Может быть, я вот тут вот такие по 2 сантиметра сделаю интересные вставки. Мне просто просятся. Но он такой шикарный. Очень мне понравился. И купила я его в Хумане за 105 рублей. И купила ради лоскутика. Вот такую интересную блузочку. Она какая-то. Какая-то она имеет. Она какое-то имя. Вот она. Там еще какие-то бирочки были. Но чем она интересная? У нее трикотаж и батист в одном рисунке. Но мне интересен именно батист. Вот я взяла рублей 10. Вышла эта маечка. Это навес. Именно из-за этих вот двух кусочков вставок. С сердечками таких красочных. И естественно, как я могла не взять детские вот такие штанишки штапельные. Они новые. Это видно. Они новые. И по резинке видно. И по швам видно. Вон тут ниточки. Все это как бы как пошили, так и оставили. Купили, полежали где-то. Детские такие штанишки. Я не могла не взять с такими слонами. Мне эти слоны пригодятся. Либо сумку я захочу пошить. Либо что-то такое. Что-то такое, что-то такое. Все. Я без подготовки. Некрасиво все сняла. На своем рабочем месте. Моя машинка. Мой светильник. Там вон нитки. Ну, прошу прощения. Я хотела снять по хвостушечку. Поэтому по-быстренькому сняла ее. Субтитры сделал DimaTorzok